Перед началом ролика хотел бы выразить огромную благодарность Александру Сергеевичу Б. Это самый топовый донатер на канале, он мне скинул 1000 рублей на стриме, потом еще 777. Итого это самые большие донаты за всю историю канала, огромное ему спасибо, очень-очень благодарен. Так, это новый ролик, продолжаю сеть вульгарных полезных видеороликов. В этом видеоролике мы будем создавать супер-мега-влагоделитель, который поможет вам избежать при покраске попадала влага, при пескостру и так далее. Короче, я это ничего не изобретал, врать не буду, хотя мог бы соврать, но не буду. Я это все идею украл, сейчас я буду вам показывать, что надо делать конкретно, по пунктам, но сначала давайте я вам покажу теорию. Понял? Пойдемте, да. Пойдемте к нашей доске. Так, не смейте перематывать. Куда потянулся перематывать, смотри. Какой смысл? А вам не хватает? Что мы делаем? Мы берем магистральный фильтр для воды. Вот, у него здесь есть два выхода. По какому принципу работаем? Здесь, короче, фильтр внутри, но он нам не нужен. Нам нужно зайти воздухом сюда. Здесь первый выход вот такой уходит вниз. Здесь у нас будут дырочки прорезанные. Здесь будет везде силикагель. Силикагель поглощает влагу. Вы знаете, вот в обувь уложат еще куда-то гранулы такие, они впитывают влагу. Воздух наш, вот воздух. Пишем воздух. Кремль заходит в трубу. Здесь у нас дырочки. Такой у-у-у-у, полетел вверх. Здесь через силикагель влага осталась. Здесь у нас поролон. Вот этот поролон. Чтобы не вылетал, соответственно, силикагель. Здесь у нас елочки, штуцера, посол шланг. Все. Конструкция простейшая. Кремль я. Эстрада я. А, я эстрада Кремль я. Но, надо знать очень много факторов, чтобы вы не умерли от этой самоделки. Вот это поворот. Потому что от нее можно умереть реально. Только шаг никому, ты понял? Это надо все делать аккуратно. Смотрите. Первым делом, что вам нужно купить, вам нужно купить, 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 вам нужно купить фильтр магистральный для воды и докопаться до продавца, чтобы он держал не менее 10 бар на разрыв. То есть компрессор набирает у всех от 8 до 10 бар. То есть не меньше 10 бар. Если там написано 6 бар, бесполезно, не берите. Это первое, что надо знать. Второе, не берите прозрачную колбу. Она заведомо более слабая. Ее может разорвать. По сути, это бомба. То есть мы делаем немного то, что не предназначено, в принципе, для этого. Давай делаем. Хульки старей, шуба, отпусти мне, блядь. Ну, так очень многие люди делают. Но если знать определенные правила, ничего с вами не будет. Но это не точно. Вот это, видите, какая толстая стенка. Здесь усиленный корпус. Я не знаю, как здесь надо раздуть, чтобы его разорвать. Здесь, короче, она, смотрите, держит 28 атмосфер. То есть, короче, можно еще два компрессора подключить, якобы она не взорвется. То есть обезопасьте себя. Возьмите эту колбу. Это первое, что вам нужно знать. Другие вам такого не скажут. Я вам скажу. Далее, смотрите. Эту колбу еще надо защитить дополнительно. Я вот возьму шумоизоляцию и просто вокруг ее намотаю. Если ее взорвет, то она просто все останется на кусочке, короче, останется. И даже на этом я не остановлюсь. Я еще ее обмотаю армированным скотчем обмотаю. После этого я еще себя защитю. Я возьму, короче, вот эту доску и еще закрою ее, что если она разорвется, чтобы она... Во-первых, надо ставить снизу, чтобы хоть по ногам летел силикогель. И мы еще вот так закроем. Но все по порядку. Смысл какой? Вот здесь такой картридж. Он, типа, для воды. Он нам не нужен. Можете купить без него. Неважно, какой фирм покупать. Главное, запомните, чтобы держал 10 атмосфер. И корпус не прозрачный. Нечего вам там смотреть. Силикогель откройте, посмотрите, высыпите. Вот. Берем, короче, полипропиленовую трубу. И отрезаем у нее размер под вот этот фильтр. Вот такой размер. А диаметр какой? Диаметр должен быть такой, чтобы он налезал, короче, внутрь. Вот туда. Либо внутрь, чтобы вот это засовывалось внутрь. Либо наружу. Чтобы, короче, ее сплавить, вам понадобится просто газовая горелка. Короче, лучше пилить, это, оно плавится. Ну, что, труборезом делать. Да, труборезы есть, пилить с труборезом. У нас еще нет, еще с выровнем напильник. Снимаешь? Короче, фильтр будет работать наоборот. Не как водный фильтр, он будет работать наоборот. Если написано in, то это у вас будет не in, а out. Короче, все будет наоборот. Я сижу бухаю, мне вообще похуй. Заходит воздух, летит. И тут, короче, поры. Поры, вот поры, кстати, вот, смотрите. Отступаем отсюда, который вы будете насаживать на вниз туда. Делаем много отверстий, чтобы общие суммарные этих отверстий совпадало вот здесь. Берите самую дешевую трубу. Не металлопластик, просто пластик, чтобы без металлических всяких хреновин, чтобы она напаялась. И, соответственно, вот она внутрь напаивается. Ну, вот я сейчас нарисую. Вот она внутрь напаивается. Вот здесь у нас дыра. Вот она напаялась. Здесь у нас силикагель. Зашел воздух, через силикагель прошел. И выходит все чистенький, сухой. Все, теперь теория закончилась. Теперь приступаем к практике. Первое, что мы делаем, давайте засунем эту штуку вот туда. Надо делать, короче, это с первого раза постараться, потому что можно все запортачить. Такая, кстати, хрень стоит, я недорого взял вообще, тысячу-сто рублей. Они бывают разные. Можете вообще из нержавейки взять, но она будет стоить 7 тысяч. Из прозрачного пластика можете взять, но она у вас взорвется и вы умираете. Поэтому лучше не экономить. Берем газ, нагреваем. Делал первый раз. Я еще фаску такую сделал внутри, канцелярским ножиком. На видео у всех все так легко. Ой, е-мое. Надеюсь, у меня тоже все получится. И стопку. Так, пока у нас трубу еле-еле я, короче, в центр запихнул. Сейчас мы с силикогелем здесь отцентруем. Вот она, в принципе, держится. Пришлось ее там распаять, развальцевать, так сказать. Но у вас получится, если захотите. Пока она сохнет, я ее здесь шумую вокруг. Да, выглядит это некрасиво. Напускаю лучше будет некрасиво. И зато безопасно. Вот эти надо не закрывать, потому что для этого есть специальный ключ. Потом ее откручивать. Куда он уже просрался? Если только он не снизу задевается и потом не залезет. Так, вот так вот ее зашумовали. Бомба наша запакована вот так. Отвивали ко мне. Тяжело ей будет взорваться. Ну, не взорвется она, конечно. Мы ее, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Вот, пока. Короче, делайте дырок побольше наверх. Потому что сейчас приплавили. И дырки некоторые сплавили. Сейчас, не знаю, посмотрим. Как будет работать. Нет, все еще переделаем. Но, имейте в виду, дырки повыше делайте. Побольше запасов. А трубу лучше внутрь впаять. Потольше возьмите. Мы обострались. Теперь, короче... Ну и ключ, короче, не будет одеваться. Если вы зашумуете. Но это надежно. Видите? Шумовка плюс армированный скотч. Все, такая ручка хорошенькая. Все, закрываем дыру, чтобы силикогель сюда не попал. Насыпаем... Что такое силикогель? В магазине, в зоомагазине покупаете кошачий силикогель. Вы наполнитель для кошачьих сортиров. Он впитывает влагу. Себя впитывает. Берите без биодобавок, без всякой херни. Синий, розовый, красный. Вот чисто белый, самый тупой силикогель. Почему? Потому что эти добавки, они могут там как-то среагировать, на воздух влиять. Короче, не рискуйте. Не берите цветное, будет херня. Короче, насыпаем его примерно 4 пятых от этой колбы. Соответственно, когда вода будет разбухать, или как-нибудь, надо же где-то место. Некоторые насыпают полную, закрывают, бахают, взорваются. Поменьше. Вот, насыпаем, снимай. И смотрите, чтобы силикогель не был такой слишком пушистый, не сломанный был. Даже вот многовато, наверное. Короче, чуть поменьше вот этого. Смотрите, вот заходит сюда, вниз, буквы Г. И чтобы у нас силикогель не вылетал нам на покрасочной детали, первое, что делаем, вот такой квадратик, вставляем вот сюда, чтобы здесь не вылетал силикогель. Обезопасиваем себя. Еще делаем вот такой бублик, который вообще не даст силикогелю сюда ходить. И вот этот весь бутерброд накручиваем. Здесь вот силикогель я немножко убрал. И трубу, короче, наклеивать прям в центре постараться, чтобы она была. И вот этот бублик. Не забываем, кстати, там резинку, ой, уплотнительную. И начинаем его закручивать. Поролончик там сжимается, вот он, видите? И силикогелю выйти не даст. Так, вот все, затянули так, прям, скала прям. Вот так затянули. Вот так вот, вот так вот. Все. Теперь нам осталось всего лишь взять два вот таких штуцера под елочку, на простонародье, и через фум-ленту бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Главное, не забыть, где вход, а где выход, короче. А тут стрелочки, вот вход, а вот выход. Ну да, вот видите? Здесь вход, а здесь выход, а мы делаем наоборот. У нас здесь вход, и сюда выход. То есть, куда стрелочки, вам наоборот. В любой непонятной ситуации, делайте все наоборот. А мы сейчас закручиваем, и проверяем готовый результат. так ну короче мы все набрали и я вам скажу 5 причин почему не взорвется этот баллон по моей супер профессиональной технологии первое потому что он держит не 8 бар а 26 бар 2 потому что он не прозрачный а из толстого пластика в третьих он не взорвется потому что я его замотал шумоизоляции в четвертых он не взорвется потому что я его замотал лентой армированный в четвертых в пятых он не взорвется потому что я на него накинул куртку а даже в шестых он очень взорвется потому что я еще накинул на картон голова прям раскалывается и чё-то он там сифоне так ну чё тут у нас воду старую спускаем по трубам прогнать сейчас вот давайте возьмем какой-нибудь шланг любой все сейчас финально все собираем финальный вид и подводим итоги разобрали вот пошла вода видите вода была компрессор он кинул сюда воду а оттуда уже все чуть-чуть ну все мы протестировали короче все работает все ничего не свистит не пердит вот компрессор набран вот у нас такая защита там все короче прикручена вот ну подожди вот таким образом все здесь лежит спрятано дырочек хватает воздух хороший через редуктор до 4 до 5 бар могу настроить больше мне не надо все протестировал все и здесь запрятал способ рабочий так что берите на вооружение силикагеля надо вообще очень мало если у вас какой то есть комьюнити муляров можете на весь гараж купить пакет хватит его не знаю вот мне каждый месяц наверно менять если даже то этой пачки мне на год хватит и того подводим итог 600 рублей силикагель примерно около 1000 это хрень плюс штуцера там по сотке фум-лента кусок трубы там буквально за сотку короче примерно около двух тысяч то вы получаете офигительный влагоотделитель сменный который у вас не сломается его придется выкинуть его можно обслужить заправить новость силикагель и так далее и тому подобное вы будете красить без картеров без точек если вы будете точно знать что влаги в системе у вас нет вы можете также пескоструить то есть для всего где надо брать влагу можно использовать этот фильтр я проверил этот способ и подтверждаю что он рабочий я его модернизировал я как бы все там протестировал для вас на всех ошибки наткнулся так что делайте выводы из моих ошибок и собирайте его без ошибок кому интересно точная модель вот этого фильтра вот пожалуйста а так кому понравился ролик был полезен ставьте лайк подписывайтесь на канал и смотрите другие мои ролики там так все интересно так много интересного так что скорее подписывайтесь и смотрите мои ролики добавь там приколовка где я говорила типа даби теперь свободен даби дали носок и теперь даби свободен что ты рисуешь зачем такое